Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова вообще второй погон я попробовал отобрать немножко голов побольше 800 миллилитров ничего не поменялось как этот аромат был так он и остался то есть я думал спрашивать возможно головы здесь я пораньше немножко тело отсек здесь я тело до отбирал поболя в общем понял что как бы вино было немножко странноватой на самом деле хоть и белое вино но цвет его очень темный автор вина сказал как только он бочку открыл она на глазах моментом потемнело то есть уже через сутки превратилась в такое знаете темненько-темненькое винишко он сам грузин он сказал что скорее всего это больной виноград виноград покупал здесь в окчах в общем вино как бы не фонтан мне показалось что как будто бы какой-то аромат уксуса присутствует в общем ну вино вот именно только на перегонку не знаю что получится в дистилляте но как бы там не было эти 22 литра я сейчас вылью в одну емкость как следует перемешаю и опять разолью чтобы у меня все эти четыре бутылки были с одинаковым напитком одинаковой крепости но я начинаю делать солодовую брагу брак будем делать вместе соседом на пару в общем покажу только один затор сколько получится где-то будем также примерно рассчитывать на 20 литров такого дистиллята в режиме кома что получилось на 2225 посмотрим по засыпи виноградная часть получена стоит у меня в констрате в стекле надо бы и получить солодовую часть это мантики листки солод сорта суфле 40 килограмм осахаривать буду пятью частями по 8 килограмм и так для начала 8 килограмм солода на ночь замачиваю 8 литрами воды комнатной температуры вот так это все выглядит все перемешал убедился что весь солод у меня намок теперь две с половиной части воды доводим до температуры 70 градусов и заливаем наш солод итоговый гидромодуль будет один три с половиной вот такой прекрасно затор у меня получился замеряю температуру если температура ниже 65 ставлю на газ и довожу до этой температуры температура 65 градусов накрывая крышкой на полтора часа каждые полчаса буду перемешивать никакое укутывание я не делаю прям так оставляю через полтора часа подключил чиллер у меня такой чиллер из-под охладителя пива стужаем затор остудил до 30 градусов и перелил бродильную емкость дрожь буду использовать вот такие turbo best виски 36 это американцы фасовка россия здесь у меня один из пяти заторов я сюда высыпаю всю пачку перемешиваю а сюда постепенно добавляю все четыре затора еще в идеале бы один затор одно брожение один перегон 7 из 2 часа вот на брожение это слегка и ухватает но у меня квартира у меня одна кастрюля поэтому постараюсь пять вот этих заторов сделать за двое суток в общем 4 затора еще сюда добавляю а пока прошло четверо суток с момента первого затора то есть во вторник с утра я сделал первый затор вторник вечер среда утро среда вечер вот среду вечер сделали последний затор четверг брожение пятницу уже вот сегодня вял и ображение сегодня пятница вечер суббота завтра буду перегонять то есть очень быстро вискарное брожение меня устраивает а перегонять я буду с фольжном но пока у меня фольжно вот только такое без ножек отверстие 3 миллиметра и подставочка из нержи из микроволновки ножки находится есть минусы есть и плюсы минусы то что невозможно сработать без мешка затирочного так как зерно будет проваливаться и возможно пригорит ну и плюсы те же самые что ячейки сильно крупные и работаем с мешком объясню почему если прорези сильно узкие и если их не дай бог еще сделано мало то что под фольжно кипит очень часто это фольжно переворачивает так как отверстия забиваются брухом и кипение не похожи таким образом многих фольжно переворачивается поверьте мне это гораздо хуже когда вся эта масса перевернется куб закрыт мы этого не видим что происходит поэтому экспериментируем буду так и так и для себя главное вот с такой работой выбрать мешок затирочный по размеру не сильно большой чтобы он не закрыл все одно надо чтобы мешок был немножечко меньше я щас буду экспериментировать на мешке толщина 100 размер 40 на 60 не забывая про пыжик меди и первичные головы в прошлый раз первичные головы я отбирал почти по капельно то есть быстрые капли либо тоненькая тоненькая струечка такая до этого я всегда отбирал один процент от залитой в куб жидкости на полной дури как вот комфорка работает отобрал и все прошлый раз я попробовал вот почти по капельно и мне понравилось дробно дистилляция то что почти не было хвостов почти не было изиков кубовой остаток сливал в они такой едкой не было то есть вообще было супер просто не знаю из-за чего это может быть брожение может быть моим дайте первичные головы почти по капельно здесь я проверю то же самое раза три-четыре проверю если все это подтвердится тогда я скажу да действительно это лучше у меня бочка почти полная 170 литров либо я буду перегонять 170 литров либо я буду перегонять 228 в одном заторе блин либо 100 литров полтора раза больше то есть опять затраты на газ затраты на залив слив мойку мешка единственное что только меня остановит и то что мне понравится работа с мешком это ароматика при все-таки варки солода мне кажется ароматика будет гораздо лучше в общем скорее всего будут так всю перегонять никаких экспериментов ставить не буду максимум только может быть мешок поменяю 60 на 60 возьму побольше посмотрим как будто он себя вести чтобы этот хвостик не мешал проходу пара я мешок положу на бок немножко с какой-нибудь стороны оставлю просвет чтобы из-под фольжна все прекрасно кипела можно же вот так примерно я ставлю и здесь я утяжелю нержавейкой пеногасители пока использовать не буду брага не совсем дозревшая но мне это важно зерновая брага должна быть очень короткое брожение сто пудов будет пеница но где-то я узнал то что мешок он именно блокирует пенообразование посмотрим всегда можно будет разобрать верхний кламп и добавить пеногаситель ну все отлично пены нет не знаю мешок это помогает не мешок экспериментировать без мешка смысла нет ну как бы вот что есть то есть буду дальше работать на мешке буду пробовать там будет видно но много нюансов с мешком первое грустно доложить уже когда брага начинает закипать потому что мешок подымается воздух весь выходит второй погон у меня я положил грузики сразу идет просто тупо мешок перевернулся и все ложки все остались на фольжне первый раз я положил как раз таки я вспомнил что когда уже начала закипать сейчас и так же сделаю но немного неудобно мешок наполнять первый раз я мешок быстро наполнил поставил на разогрев было все нормально второй раз мешок наполнял долго и самый такой мучной осадок он уже успел выпасть на дно при гора не было но как бы как с вами начальная стадия при гора легко с него все губкой но он был не черный а такой как вот осадок на лип скажем так смылся очень легко просто губкой потёр твердо и все ушло то есть ничего не тер ничего не отмачивал то есть быстро все но надо это учесть будет в общем ну и мешок маловат этот мешок наверное литров на 25 на 20 может быть надо будет с работы взять мешок 60 на 60 я думаю что нужно тут точно подойдет я тогда его одену прямо на этот затяну здесь веревочками и прям сюда налью полный куб завяжу как раз под немножко под фольжно осядет включу нагрев и вперед но вот боюсь что он закроет все фольжно кипение будет будет куб как у всех дергаться плясать вот так вот здесь он у меня только вот мешок на половинке лежит видите не знаю надо пробовать времени это гораздо дольше нежели с чулком то есть надо сперва сюда налить потом немножко подождать потом его приподнять чтобы вода стекла потом еще 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 и потом его точно также надо остудить высыпать слить с чулком вот пока мне кажется быстрее но все еще надеюсь что аромат будет гораздо лучше по крайней мере вот спирт сырец вообще аромат ячменного солода примут у меня такого не было раньше видать можешь поэтому не знаю надо будет еще несколько раз так повторить посмотреть что получится ведь американские вискокурни шотландские вот ирландские ну они вот бродят потом открывается кран потом это все сливается потом это все вот перегоняется нет такого что они фильтруют только жижку они все загоняет все целиком ну что еще заметил брака закипает неравномерно и головы начинают плавненько плавненько идти если раньше у меня было так и сижу жду 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 раз и ручье пошел самогона то здесь нет начинается капельки капельки быстрее 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 А вот на третьем перегоне немножко пенится, видите, подскакивает капельки вверх, ничего страшного, уменьшаю газ, скидываю кламп, добавляю пеногаситель. Перегнал я весь солод за два дня, постарался перегнать очень быстро, но потратил очень много времени, я засек 25 часов. С мешком и то спешил, быстро его опустошал, промывал, горячее, в общем, не ждал пока все это стечет, быстро-быстро ставил вторую часть, потом третью, четвертую. Ну, 25 часов я затратил, если бы я работал с чулком, я бы все это перегнал быстрее, то есть, либо 160 литров я браги перегнал, либо отжал бы и перегнал бы литров 100. То есть, перегонов было бы меньше, когда перегоняется одна часть, я бы фильтровал через чулок другую, было бы быстрее. Но все-таки надеюсь, что здесь вот ароматика будет гораздо круче. Две трети у меня пойдет на сингл мол чача, а одна треть я сделаю хани виски, медовый виски. Залил 20 литров солодового спирта с рца, замерил крепость, сейчас сделаю все расчеты. Ну, скажем так, пробная часть, аромат очень насыщенный солода, крепость 29. Вот, прям аромат мне очень понравился. Возможно, будут сейчас так все зерновые перегонять. Конечно, очень долго, очень мупорно с мешком. Но пока на данной стадии, мне кажется, оно того стоит. Вот всегда, когда спирт-сырец ниже 30%, всегда какие-то танцы с бубнами идут. Вот опять, отбирал, отбирал, как только дефлегматор подключил, все, пошел захлеб моментов. С дефлегматора тоненько-тоненько струечка бежит. Капли, переходящие в струйку, настраиваю. Нагрев вообще минимальный. Отбирается тело. Чуть-чуть добавляю воды в дефлегматор, сразу же здесь у меня захлеб моментов. В общем, танцевал с бубном, танцевал с бубном, кое-как выставил, отобрал почти литр. И температура стала резко расти. Вот сейчас пытаюсь настроить колонну в прежнем режиме 7,6,8, чтобы у меня был на термометре, чтобы не было захлеба. Флегма тоже сейчас порядком стекает. В общем, пытаюсь как-то стабилизировать. Захлеб из-за чего был, ну, мне кажется, перехлаждение флегмы. То есть флегмы гораздо больше, нежели пара. Вот всегда у меня так при слабоалкогольном спирте сердце. Может быть, я ошибаюсь, не знаю. Но был такой момент, когда у меня флегмы почти здесь не было. Отбор шел капли, переходящие в струйку. С дефлегматора тоненькая-тоненькая со спичку струйка. В общем, от тела отбирается 95. У меня такого на 70-ке ни разу не было набито РПН. Видимо, где-то захлеб сместился в колонну. И получилось вот такое предзахлебное состояние. Как бы такое состояние идеально при отборе спирта. Вот, возможно, я его поймал. Сколько я так отобрал? Ну, наверное, грамм 500. Сейчас пытаюсь настроить на 76,8 в стандартный рабочий режим. Чтобы флегма была, чтобы водичка была слегка теплая с дефлегматора и струечка отбиралась. Ну и все пошло в штатном режиме. Стандартная моя струйка. Стандартная скорость отбора. Стандартная температура, в которой стоит равномерный возврат флегмы. Такое ощущение, что первое, либо жильцы начали водой пользоваться, так как я с 5 утра перегоняю. И она немножко нагрелась. Либо вот погода. Может быть давление как-то нормализовалось. Говорят, мне царга плотно была набита. Царгу я не трогал. Не разбирал, не перебирал. Я думал на спирт-сырец то, что слабо алкогольное. Но он сейчас стал еще слабее. Поэтому, скорее всего, вот, как говорил самогончик Тимофей, переохлаждение флегмой. Я думаю, вот, уже процентов 90, что это именно так. Но все равно, флегмы стекает гораздо больше. Я вот слышу, прям бежит ручьем. Такое у меня случается именно в конце погоны, когда я уже покапельный отбор и, да, отбираю тело. Вот такое у меня. Ну, а сейчас еще отбирать и отбирать. Еще как минимум литр, полтора я должен собрать. То есть далеко не конец погона по расчетам. Было ли у вас такое? Напишите в комментариях, будет интересно. Закончил дробную дистилляцию. Довольно-таки сложная была девятичасовая дистилляция. Все как-то через одно место. Четыре с половиной литра получилось. Как бы свой минимум собрал. Девять часов, честно говоря, вот подустал уже. Хочу пиво пить. Месяц чача простояла. Крепость ее 90. Со всеми поправками от 89-45. И за месяц аромат гораздо улучшился. Вот эта вонючка почти прошла. Появился ярко выраженный аромат виноградного грозди. Виноградные веточки. И я как бы хочу попробовать теперь эту чачу сделать отдельно. В общем, сделаю три напитка. Белую чачу. Виски чача. И просто виски. Ну и сравню потом. Какую-нибудь дегустацию такую устрою. Все буду делать на щепе. То есть все покажу. Никаких изысков. Никаких там супер бочек. Все как у всех. Хороший дистиллят. Хорошая, правильно подготовленная щепа. Получилось 10 литров виски чачи. 5 литров виски. И 5 литров чачи. Сюда уже засыпал щепо. Здесь правильно подготовленная щепа. Из расчета 10 грамм на литр. Это бывушная щепа. Немножечко новая. Здесь и Кавказ. Здесь и Америка. В общем, все вперемешку. Обжигал после каждого напитка заново. Посмотрим, поглядим. Мне такой вариант нравится. То же самое. Сейчас засыплю сюда виски. Чачу я хочу попробовать в белом виде. Ну, как минимум месяц выдержу на такой щепе. Очень долгий был проект. И я, и сосед подустали. В общем, солодового дистиллята, вот констрата 88-90%, получилось ровно на литр больше. В общем, часть оставили все-таки чачу. Часть оставили... А вот чача. Это сингл молд голден чача. Это уже солодом. И также часть оставили в солоде. Основное количество сделали вот такую смесь. Это я карамелька немножко подкрасил. Вот этот цвет оригинальный после щепы. В общем, что? Виноград, как мы поняли, был зараженный, больной. Очень у многих виноделов в этом году, именно этот сезон, вот ркацетель от этого продавца, вот был вот такой. То есть непонятный, с душком. Кто-то чачу перегонял, кто-то вообще на спирт запустил, кто как. Мы вот попытались исправить. И вот с Тимуром, вся белая чача вот в основном тут Тимура, он как бы сказал, что со временем стало неплохо. И он даже ее с удовольствием пьет. В общем, что я скажу. Ну, со временем действительно вот эта вот невкусная вонючка немножко ушла. Тимур сказал, что очень сильно преобладает аромат косточки. Мне все-таки кажется, что вот аромат виноградного листа, лозы, ну, возможно, косточка, да. Ну, хотя он через гребни-отделитель отработал, ничего этого быть не должно. Снимаю быстро в режиме дегустации, так как надо ехать потом с семьей. Ну, ничего такого не ожидал, что что-то я исправлю, что-то сделаю. Ну, получилось, ну, в принципе, сносно. Пить можно, но если не зная то, что было, как бы, мне вот такое, допустим, не очень хочется пить. А соседи, друзья, как бы пьют и говорят, ну, ничего, хорошая получилась чача. Ну, пробую на язык, быть добру. Снимаю без штатива. Относительно мягкая. Да, вот это то, что в аромате вот невкусняшка, она еще на языке ярко выраженная. Ну, после вкуса более-менее нейтральная. Сносный получился напиток, твердая троечка. Его я, как бы, сверхъестественного не ожидал. Пробую вискарик. Аромат солода и ячменя очень ярко выражены. Наверное, я так теперь буду все свои зерновые делать, именно перегонять с дробиной. Прям ярко выраженный аромат. Дуб, ну, где-то вдалеке-вдалеке. Довольно-таки неплохо. На аромат немножко пожестче, нежели чача. Да, чуть-чуть такое есть, но сносно. Пробую. Ура! Ну, неплохо. Дуб не ярко выраженный, но есть. Даже немножко чувствуется дымок. Щипа, потому что было как следует обожженная. Ну, неплохо. Немножко рисковат. Но я думаю, что отдохнет и будет отлично. Попробую-ка еще раз. Вот этот вот дымок прям мне вот понравился. Я его вот уловил на языке, и сейчас вот он у меня крутится и в носу. Закрепим. Ура! Быть добру! Ну, а вторая гораздо мягче. Ну, отличный напиток. Даже не просто сносный, а отлично. Здорово. Да, наверное, теперь буду всегда перегонять с дробиной. Подумал, что переборщил с колером, с карамельным. Ну, нет. Очень-таки красиво смотрится. Да, мне нравится. Вот на дневном свете, на солнечном. Ой, на солнце вообще хорошо смотрится. Сейчас сижу. Окошко солнышко светит. Ой, как хорошо. Сочетание хорошее. Ох, не зря сделали. Вот этой вонючки почти нет. Пробивается яркий солодовый аромат. Ячмень. Какая-то сладость даже появилась. Этого не было. Здесь, в чаче, ну, фруктовой, да. Прямо на аромат здорово. А на аромат, ну, если бы не это бы вонючка, то было бы идеально, я бы сказал. Но чувствую, что не зря мы это сделали. Вот такой вот микс. О, кстати, кубок малого шлема. Это где я попробовал ржаную чачу у Евгения Богачева, где я участвовал. Тогда я заболел этой идеей. Исписывался с ним, он мне дал рецепт. Напиток мне с тех пор в душу запал. Рожь я, тем более, очень сильно люблю. Больше, чем ячмень. Ну, не нравится. На аромат прям вкусняшка. Будем. Да. Вот это классно уже. Здорово. Слегка какая-то такая-то лимонадная сладинка появилась. Послевкусие хорошее. Дубок, дымок опять. Не нравится. Что хочется сказать в итоге. Интересная получилась идея. Я ее воплотил. Я скажу так, что по мне, так я эту чачу вот исправил как следует, в лучшую сторону. Я довольный. Напиток получился отличный. Напитка получилось очень много. Поэтому все в ваших руках. Было бы желание, был бы интерес. Я, с вашего позволения, еще немножечко закреплю результат. А с вами попрощаюсь. Берегите себя. И пейте только качественные напитки. До свидания. Продолжение следует.